Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем наши беседы по соборному посланию апостола Петра и снова вместе с апостолом Петром обращаемся к теме страданий. Это самое известное, пожалуй, свидетельство апостола Петра из его послания, свидетельство о страдании христиан, его самые пронзительные свидетельства, самые пронзительные образы, которые всегда используются в богослужебных текстах по поводу как-то описания мученического подвига. Это самое окончание четвертой главы. «Возлюбленные», начинает апостол Петр, «огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? И так страждущие по воле Божьей да предадут ему, как верному Создателю, души свои делая добро. Вот это последнее свидетельство послания апостола Петра о страданиях, об отношении христианина к страданиям. И важно при этом заметить, что, конечно, вот сейчас мы все это читаем, говорим, беседуем на эту тему, говорим какие-то слова. Вот как-то, если священникам приходится, говорят проповеди на тему таких апостольских посланий. И, конечно, нам, вот так слушая, особенно телевизионный вариант таких вот рассуждений, бесед о страданиях христиан, разумеется, слушать это и тяжело, и неприятно. Потому что думать о том, что придут скорби, гонения, страдания, слышать о том, что это неизбежно, слышать о том, что это важно, слышать о том, что это спасительно, оно, конечно, для человека объективно. То есть тут нет какого-то так искажения уж сильно большого. Это естественно, по естеству слушать об этом и больно, и тяжело, и неприятно. И это естественная реакция. Но послание апостола Петра адресовано не вообще к людям, и не вообще к христианам. Оно адресовано, кроме всего прочего, оно имеет совершенно конкретного адресата. Оно адресовано малайзийским христианам, на которых уже эти гонения обрушились, которые уже страдают, на которых страдали не когда-то там в перспективе, в ближайшей перспективе или отдаленной перспективе придет. Оно уже пришло. Они уже заключаются в темнице, испытывают там лишение имени, какие-то гонения со стороны власти или еще со стороны кого-либо. Он, это важнейшая цель его послания, призванная утешить, ободрить людей там, в Малой Азии, принимающих страдания за Христа. Еще совсем немного мы обратимся ко второму посланию апостола Петра, где он, продолжая также тему утешения, как бы невзначай, как бы походя и самого себя причисляет к этим страждущим, говоря о том, свидетельствуя о том, что и ему извещено о вот ближайшей, готовящейся его кончине. То есть это такая эпоха, такое время. И вот когда эти страдания приходят, тогда к ним и совсем другое отношение. То есть слышать о когда-то имеющих быть страданиях человеческому сознанию, человеческой душе тяжело. И это, об этом свидетельствуют и одни из самых удивительных подвижников христианской жизни, удивительнейших аскетических писателей. Они также говорят, что желать, вожделевать вот эти скорби за Христа, есть удел совершенных христиан. То есть есть удел людей, которые прошли весь путь восхождения к Богу и взошли на его высочайшую ступень. Так что им сама мысль о том, что им надлежит пострадать за Христа, что им надлежит чего-то лишиться ради Христа, она для них вызывает подлинное, неподдельное, ненадуманное восхищение. Их душа начинает ликовать, как будто бы им сказали, что вот жениху сказали, что и едет к тебе невеста, и скоро вы будете вместе. Вот они достигают этого совершенства, и вот состояние этого совершенства испытывают такие чувства. Но всем остальным, не вставшим на эту высочайшую степень, состояние любви к Богу, высочайшую степень христианского благочестия, на высочайшую степень подлинно христианской духовности, для всех прочих слышать о грядущих, наступающих, вот завтра, послезавтра это будет, или через 10-15 лет, или через 30 лет, слышать об этом всем тяжело, болезненно. Это так реагирует человек на это, если он не объят весь любовью Божией. И поэтому нам об этих, вот эти слова апостола Петра, нам они болезненны. Нам слышать и читать об этом тяжело. Но совсем другое дело, когда эти страдания вдруг с нами случаются, как это произошло с теми малайзийскими христианами, которым это послание адресовано. Когда человек начинает вот сам переживать эти страдания, неважно, они такие великие, как у мучеников первых веков, или новомучеников 20 века, или просто некоторые скорби по причине нашей веры в трудовом коллективе, вот с родственниками, или с людьми, живущими нам, с нами под одной крышей, как по слову Христа, враги человеку домашние, домашние его, и такое тоже случается. Вот скорби могут быть разного вида, но когда они случаются, когда мы действительно в нашу меру начинаем страдать от каких-то неприятностей из-за того, что мы христиане, вот тогда эти слова апостола Петра становятся для нас значимыми. Тогда мы действительно хотим понять смысл, почему с нами так происходит, в чем причина этих страданий. Мы хотим найти объяснение, нам важно понять. Это Бог на нас рассердился, это христианство на самом деле чего-то не дает, чего мы от него ждали, это моя неправильная жизнь тому виной. Вообще в чем причина, почему вот эти вот вещи, неприятные, неожидаемые, и вроде не имеющие под собой какого-то основания серьезного, почему они со мной происходят? И человеку важно это понять и осознать. Он хочет найти ответ, почему это происходит, тогда он обращается и к писателям, которые писали о терпении, о страдании, объясняли причину этих страданий, обращается к тексту Священного Писания, и, конечно, в значительной степени вот к первому посланию, к первому соборному посланию апостола Петра, к евангельским текстам, к посланию апостола Павла, потому что для него важно, очень важно, за теми скорбями, которые, несомненно, для него и неожиданны, и болезненны, разглядеть любящего Бога, и понять, вот в своем сердце совместить эту любовь Божьей и происходящие с Ним страдания. Собственно, вот в этом противоречии-то, и на этом противоречии коренится наше недоумение по поводу страданий, ведь Он нас любит. Он действительно любит нас больше, чем кто бы там ни был, больше, чем вообще способны любить люди. И мы доверяемся Его любви со всей, ну, доступной нам искренностью и полнотой. И вдруг, в ответ на наше доверие, ну, каждый в свою меру понимает, эту искренность и полноту, но вдруг на эту искренность нашу, на эту доверие, вдруг мы вместо любви встречаем скорби и страдания. Конечно, человеку важно понять, почему это происходит, почему так совершенно неожиданно поворачивается жизнь. Поклонимся святому Господу Иисусу. И вот когда человеком случаются эти страдания, на самом деле, вот обращаясь к подобным свидетельствам, к только что прочитанному свидетельству апостола Петра, в человеке и начинает оживать собственно, вот и начинает рождаться, возрождаться, оживать, или, как говорят философы, актуализироваться, собственно, христианская жизнь. Тогда в нем и пробуждается, так скажем, крещение, в которое он когда-то с ним произошло. Собственно, крещение, свершившееся с ним в детстве или же в сознательном возрасте, оно и начинает в нем теперь действовать через страдания, потому что, если каждый бы из нас задумался, что есть крещение, он бы понял, что, вот, собственно, это и есть умирание, это и есть смерть для этой жизни, это и есть погружение, разделение со Христом его скорби на кресте, есть сораспятие с ним. И, естественно, распятие не бывает безболезненным. И, фактически, вот то, что сейчас с человеком случаются скорби, и это и есть исполнение того самого дела, из-за которого он и пришел ко Христу. Ведь каждый, приходя, слышит слова евангельские. Кто хочет быть моим учеником, возьми кресло и следуй за мной. И каждый человек, понимающий, то есть, вот, слышащий это слова и приходящий ко Христу, он только в скорбях понимает, и никак иначе он это понять не может. Только в скорбях он понимает, что потому-то он и стал христианином, чтобы терпеливо переносить эти скорби. Потому что только тогда, когда он терпеливо переносит скорби, в нем и рождается, и возрастает христианин. Только тогда, когда он переносит скорби, мир освещается и очищается, и на мир изливается энергии Святаго Духа через то, что я во Христе, по вере во Христа, терплю скорби за Христа. Вот таков закон жизни. Но слышать об этом, еще раз говорю, тяжело. Но мы-то говорим о людях, которые уже скорбят, которые хотят уже понять, почему так происходит, и какой смысл в этом, и какая логика. И только тогда, когда человек вступает в большие, маленькие, малюсенькие даже вот эти вот скорбишки, ну а для него они высокие, тяжелые, большие, конечно, может тот и усмехнется, сравнивая какое-нибудь терпение сварливого домочадца. на кухне с тем, что претерпел Георгий, великомученный Георгий Победоносец. Но на самом деле это вещи одного плана, одного порядка. Просто каждому дается по силе его. Но терпеливое перенесение скорбей и вводит нас, собственно, в тайну христианской жизни. И в этом отношении вот апостол Петр и подчеркивает, что, в принципе, всякий, несущий скорбь ради Христа, всякий, кто страдает несправедливо, кто терпеливо переносит неудовольствие, неудобство, он всегда фактически мученик. То есть, мы так не называем. Но вот по-гречески слово мученик звучит как мартириус, то есть, человек, который свидетельствует о своей вере. И вот тот, кто просто терпит домочаться на кухне, и тот, кто терпит крест за Христа, каждый из них в свою меру свидетельствует о своей вере. И за то, что он готов свидетельствовать терпение о своей вере, на что и указывает апостол Петр, этому человеку даются, то есть, он должен утешаться. Понятно, что жить совсем только в скорбях, ну, человек не способен. Но дело в том, что христианство не просто говорит о терпении, о скорбях или о мучениях, о гонениях. Она, с одной стороны, говорит о том, что за это же есть воздаяние, за это будет воздаяние, а с другой стороны, что, наверное, гораздо важнее, хотя и, может быть, не так легко доступно, что каждый терпящий скорбь ради Христа, каждый несправедливо страждущий за Христа, он получает уже, сейчас получает утешение Святаго Духа, он уже получает благодать Святаго Духа, которое и является некоторым залогом будущего воздаяния, если он до конца претерпит вот эту скорбь или большую скорбь, или еще большую скорбь. Но он мало-помалу, вот, ощущая это утешение Божье, скорбь не отъемлется, но утешение срастворяется с этой скорбью, он чувствует, реально чувствует это утешение Божье, и это является залогом того, что в грядущем, в будущем, в Царстве Божьем, он действительно будет утешен Богом, он действительно получит полноту благодати Святаго Духа. И вот мысль об этом воздаянии, память о том, что нас ждет, тогда, когда мы претерпим все до конца, как и Христос ведь говорит, претерпевший до конца спасется. И вот эта память, она должна нас утешать и вдохновлять, и согревать. Апостол Петр говорит даже о большем, не только память, не только мысль, не только размышление о том, что будет потом, что ждет нас в Царстве Небесном, но само ощущение, переживание, предверие, предощущение этого грядущего Царства возможно для человека, переносящего скорбь со Христом. И вот эта мысль сама, и это утешение, и это ощущение, переживание утешений Божьих, она является некоторым свидетельством того, что мы действительно в Церкви, что мы действительно во Христе. если в момент большей или меньшей скорби мы помним о Вечном, если в момент больших или маленьких несправедливых укоров, страданий, притеснений со стороны кого-либо, мы вспоминаем о Боге и помним, что надо потерпеть и что Бог воздаст так или иначе. Если мы вспоминаем о наших грехах, которые мы сделали некогда и готовы ради очищения от этих грехов потерпеть и пострадать, то это значит, что мы на правильном пути. Это значит, что мы во Христе. Да, даже мы во Христе. Даже с нашими маленькими терпениями и наших маленьких скорбей. Но если в момент этих скорбей мы вспоминаем о Вечном, значит, мы во Христе. И само это сознание того, что я во Христе, что я не оставлен Богом, что я не отринут от Христа, сама эта мысль, она необыкновенной радостью согревает и утешает человек. И наоборот, если человек из-за потери временного комфорта, из-за каких-то неудобств, неприятностей, которые, несомненно, и являются все эти скорби и гонения, которые вдруг неожиданно в большой или малой степени обрушиваются на нас, если мы только жалеем об утрате близких отношений, об утрате радостного, беззаботного бытия, потери каких-то материальных, телесных, душевных или еще каких-то благ, просто скорбим от того, что это ушло, и никакая мысль о посмертном нашем бытии, о Боге, о вечной жизни, о том, что за грехи какие-то когда-то либо совершенные, надо бы нечто и потерпеть, если никакая из этих мыслей не приходит нам на сердце, это явное свидетельство того, что мы вне Христа, что мы вообще чужды хоть какой-либо благодати Божьей, потому что она-то себя как раз и проявляет в том, что в момент скорби в человеке приходит решимость, сознание, ощущение того, что надо потерпеть, надо переждать, за дело страдаю, как разбойник на кресте, так один из разбойников, так мне и надо, мы-то за грехи свои страдаем, и вот любая из этих мыслей, это есть действие благодати и свидетельствует нам, что мы на самом деле в благодати, и вот это очень важно на самом деле, вот в этих эти скорби, по сути, эти мелкие притеснения или большие гонения, которые обрушиваются на христианина, обрушиваются на человека, только начинающего верить во Христа или давно уже живущего в церкви, все это очень яркий индикатор, очень яркий показатель того, насколько мы принадлежим Христу, если когда нас злословят, мы не отвечаем, когда нас укоряет, мы хотя бы молчим, если когда нам какую-то скорбь приносит, это мы вспоминаем о грехах, если нам делают неприятно, если нас лишают чего-то, а мы начинаем думать о том, что Господь все видит и в Царстве Небесном не воздаст, это все уже по самому вот эти мысли, эти поступки, это уже свидетельство того, что мы в Боге, во Христе и надо радоваться всему и заключает свое размышление о страданиях апостол Петр интересными, несколько необычными для людей, не получающихся постоянно в чтении священно-писания слова, пишет апостол Петр, время начаться суду с дома Божьего, если же прежде с нас начнется, то каков конец непокоряющимся Евангелию Божьему, то есть апостол Петр Духом Святым свидетельствует, что суд начнется с дома Божьего, то есть суд начнется с церкви, это не только в том смысле, что вот тот самый страшный суд, вот первые на этот суд явятся христиане, те, которые были членами церкви Христовой, не только в этом смысле, а в том, что вообще в первую очередь Бог наказывает церковь, в первую очередь Бог наказывает верующих в Него, наказывает христиан, это же мысль, которую засвидетельствует апостол Павел в послании к евреям, известный очень образ о том, что если мы терпим наказание, то значит мы сыны Божьи, ибо где такой сын, которого бы не наказывал отец, а если мы остаемся безнаказанными, значит мы чужие Богу, то есть на самом деле или вот известная почти уровня постовица фраза Бог кого любит того наказывает, хотя это цитата священного писания, и вот апостол Петр свидетельствует, что если мы терпим наказание, вот, то это значит признание нас своими, и гораздо хуже не быть наказанным вовсе, и в этом ключе надо осмыслять исторические катастрофы, которые некогда поражали Византийскую империю, которые достаточно часто поражали наше российское государство, нашу церковь православную, которая всегда разделяла с народом эти скорби, это признание нас своими, и в этом ключе можно понять и увидеть, и переосмыслить многое, и именно так предлагает апостол Петр смотреть не только на страдания конкретного, отдельного человека, но и на страдания целых сообществ, вступивших в завет со Христом. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всего прийде Крестом радостему миру.